Тем временем экспедиция по следам предков продолжает свое путешествие по Казахстану. На этот раз исследователи познакомились с историей Тургайской степи и узнали о родстве венгров и казахских мадьяров. Посол Венгрии в нашей стране Андрож Баране вместе с путешественниками побывал в регионе, посетил древние места и ознакомился с историей своих предков. Оставив позади себя Аркалык, экспедиция отправилась в степи Тургая. А в этих краях еще много неизведанных мест. Например, никто еще не открыл секрет деревянного захоронения в сельском округе Сага Жангельдинского района. Примечательно, что в окрестностях не растет ни одно дерево. Местные говорят, что подобные могилы часто встречаются у венгров. А значит, это может быть одним из доказательств связи между казахами и гуннами, давным-давно перекочевавшими в Европу. В то время не было асфальтированных и железных дорог. Тогда груз перевозили с помощью верблюдов. На одного верблюда грузили одно бревно. А вот теперь посчитайте, сколько верблюдов могло быть в одном караване. К экспедиции по следам предков присоединился посол Венгрии в Казахстане Андраш Барани. Между венграми и тургайскими мадьярами есть общие корни. Это было доказано еще 10 лет назад с помощью генетических исследований. После этого увеличилось число венгров, которые хотели увидеть землю, откуда их народ берет свое начало. По словам Андраша Барани, ознакомиться с историей своих предков он мечтал давно. Мы себя называем не венгр, а мадьяр. И страну называем Мажорстан. И вот венгерские востоковеды в свое время, уже в 60-е годы, впервые узнали о том, что в Казахстане есть род мадьяр. Именно в этих краях, в Таргая. Сегодня мы побывали в Сага, там где установлен большой памятник, древо жизни, символически соединяющий нас, мадьяров, венгров, живущих в Карпатском бассейне, и казахских мадьяр, которые живут именно здесь, в Таргайских краях. Поэтому мне особо приятно побывать здесь. Это дерево жизни олицетворяет родство и единство казахов и венгров. В селе Хазбель его установили венгры еще в 2013 году. На каждой ветке здесь вырезаны старинные тотемы и элементы венгров. Они позволяют ознакомиться с древней культурой этого народа. На просторах Таргая часто встречаются знаки прошлого. Например, в этом мавзолее похоронен известный знахар и кюйше Тлеб Аспантаюлы. До нашего времени сохранились всего три кюя автора. Этот человек после себя оставил три кюя. Все они вошли в казахскую антологию и золотой фонд наследия. Сейчас их исполняют на различных конкурсах. Тлеб Аспантаюлы внес большой вклад в казахскую музыку. В селение Мощен вблизи аула Ахколь часто заезжают попутчики. Это место интересно для туристов. Ведь здесь в 1872 году родился Ахмед Байтурсынов. Здесь родился Ахмед Байтурсынов. Он купался в местной речушке, бегал вот по этим самым местам. В общем, до 10 лет он рос именно в этом краю. Отсюда уехал учиться. До 1924 года он еще изредка приезжал сюда. Экспедиция продолжает свой путь, чтобы узнать еще больше о наследии великих предков. Сабина Тургаева, Аскарбек, Казангаб, Хабар 24, Костанайская область.